Привет, друзья! С вами снова международный госминистр Роман Ивичин. Как и обещал, показываю памятную партию с победного чемпионата города Свердловска, священия Екатеринбурга, 1989 года. Там мне удалось хорошо выступить. Одну партию, проигранную в королевском гаммите своему другу Володе Евгеньевне, я уже с этого турнира демонстрировал, обещал показать еще. Обнаружил, что есть партия из шестого тура. Черными играл кандидат мастера спорта, очень опытный, Иосиф Аркадьевич Робинович, шахматист очень неплохой. В 90-е уехал в Израиль, сколько я знаю. Очень быстро получил рейтинг. В районе где-то 2200. В этой партии была разыграна сицилянская защита. И ход Ф3, белые этим ходом говорят, что хотят получить структуру мороза, то есть не возражают против НЖ6, против С4 хотят. Они возражают против Дежана, Е6 тоже хотят С4. Ход Е5, безусловно, очень неплох. На шахху, на Д7, на К5. Здесь от черных требуется найти ход Д5, насколько я знаю. Очень неприятный для белых, неприятный для белых является вот такая жертва Х5. Мой противник решил сыграть иначе. пошел А6. После размена на Д7 взял Ферзь, чтобы Ферзь мог выскочить на Б5, насколько я понял. Ну, конечно, более разумно, если взять слонов, что выглядит более разумным, неприятно потеря пешки. полной компенсации здесь у черных быть не может, потому что вот эта структура очень неплохо ограничивает белопольного слона черным. Белые пешки расположены хорошо. Пришлось бить Ферзь. После слона Ж5 белые хотят взять на Ф6 и полностью испортить пешечную структуру. Черные выскочили Ферзем на Б5. На мой взгляд, преждевременно. Хотя доказать это не так просто. на слон ГТФ6 они хотят взять на Ф5. Взятие на Д6 они тоже не опасаются. Не опасаются, потому что на Б2 висит. Пришлось коня с Ф5 убрать. То есть, вместо коня, конечно же, вот на Д5. Поле Ф5 пригодится в том случае, если белым удастся сдвоить черным пешки. Но пока что белые пожертвовали вот ровно одну. ладью на А1 мы не зеваем. Угрожаем сыграть слон ГТФ6. Вот Ферзь Д4. А слон ГТФ6 спасает. И теперь неожиданно для моего противника решение Ц3. То есть, теперь, если взять Ферзем на Ц3, этого не последовало, я запланировал выскочить ладью на Ц4. на Ферзь Д3. Сейчас уже не припомню. Но, по-моему, хотела просто поменять Ферзей. Идея в том, что угроза конь Б6 очень неприятно для Ч4. То есть, угрожает конь Б6. Также угрожает слон Бьет Ф6. И на ЖФ конь Д5. Оккупируя белые поля в лагере противника. При этом, ладья уже готова влезть на Ц7. То есть, даже в Эншпиле у белых за пару пешек неплохая компенсация. Ну, Ферзь Д3 ход, на мой взгляд, совсем неудачный. Потому что после конь Ц4 меняться на Д1 это все равно попасть под конь Б6. Тем не менее, на Д1 меняться было надо. Да, мой противник не взял. После Ферзь Год Д1 ладья бьет Д1 слон Е6. У белых, конечно, есть компенсация за пешку. Они, например, могут сыграть конь Б6, взять на Ф6 и поставить коня. Могут на Д5 напасть на Ф6. А могут, допустим, сыграть пока Ц4, чтобы поставить коня вот этого на Ф5. А на Д5 у нас или конь, или ладьи будут сдваиваться потом. То есть, видно, что черные слоны, особенно слоны по Син, существенно ограничены в подвижности. И значит, за пешку у белых более чем достаточная компенсация. Но ход Серзь Б3 безусловно плох. Уж лучше было на предыдущем году. Потому что теперь от ладья Ц1 удовлетворительной защиты просто нет. Черные не успевают развиться. Слон, Д6, ладья от Ц1. Белые фигуры с темпом располагаются на прекрасных позициях. И даже переход в Эрстель, на что черные рассчитывали, им не помогает, потому что белые, конечно, не бьют на Ц5, а играют Ке3. После, если разменять Ферзей, то становится совсем тошно. Угрожает Кольца Синь-Шах. Приходится отходить куда-то ладьей. Теперь, мне кажется, брать на Ф6 белые не должны. Сейчас угрожает Кольцер, Ф6, мат. Теперь стоит короля загнать на Ф8 и ввести в бой вторую ладью. Партия заканчивается вроде бы все равно очень быстро. Несмотря на то, что это было упорно. А нет, не было. Наверное, и не было упорно. После Ке3, я думаю, что позиция черных уже безнадежная. РСб4, ладья С7 напали на мат и подключили последнюю фигуру в бой. То есть, у черных неплохая позиция была бы, у них две лишние пешки. Если бы вот эти фигурки взаимодействовали между собой, если бы король не застрял в центре, если бы ферзь хоть как-то взаимодействовал с остальными силами, а так нет защиты от угрозы Конь Е3, Ф5. Нападение на Ф7 в общем-то решает. Вот примерно так мне удалось выиграть в шестом туре и лидерство в этом турнире я захватил и получилось, что потихонечку потихонечку и удалось опередить и своего обидчика будущего друга Володя Авдеенко и всех кто с кем потерял очки то есть в первом туре получилась ничья Дмитрием Щербиным вот и что еще про это рассказать ну вот следующий анонс я анонсирую небольшой анонс я сделаю следующая прокомментированная партия снова будет проигранной снова в королевском гамбите ну правда на этот раз я проиграл человеку тоже который которого наверное могу считать своим другом ну я надеюсь что он не просто жив но будет жить еще очень долго до новых встреч с вами был международный гроссминистр Роман Овечко всего доброго субтитры субтитры